Так, оно будет видно меня, не видно. Проба пера. Если будет плохое, повторим. Значит, сейчас посмотрим. Посмотрим, видно, не видно. Так, а так, видно, не видно. Видно, не видно меня, вот так вот. Хотела сказать, кивните, если видите меня. Я потом телефон, телефон я так. Телефон потом переверну, покажу. Я вот не знаю. Значит, ребята, я вспомнила, что у меня есть такое прекрасное платье. Я сегодня не за рулем, я сегодня еду навстречу. Можно так сказать, свидание. Вот. И что-то хоть раз такое, знаете, свободненькое надеть. Ну, знаете, с той дюжек и все, вот, и без застежек. Я бы это платье, наверное, не надевала. Я бы, как всегда, красное, белое надела. Если такое, как было красивое белое платье, просто мне некогда было вам еще показать. Ну, я вспомнила, смотрите, что у меня же есть сапожки, которые мне Светланка подарила. Вот, только не знаю, как мне их надеть. Может, их закатить вот так вот. Не, не закачиваюсь. Можно гармошечкой сделать. А, ну, можно гармошечкой. Не, как колхоз. Не-не-не-не-не-не-не. Лучше вот так. Надела носочек. Так, сейчас я камеру переверну, так вот, чтобы вам показать. Я, Инна Шуров, так, это вид сзади, это вид спи. А, и еще. Я, значит, в итальянском магазине у этой, как ее зовут, господи, у Любаши. Люда покупала, но так она и не носит. А если я вот так, девочки, а, еще. Мне кажется, будет даже очень и очень ничего, да. Даже очень и очень ничего. Сейчас я переверну камеру. Сейчас, 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 мои дорогие. Так, так. Ну, вот. Мне кажется, так лучше, самый лучший вид, да, чем отражение в зеркале, да. Я так не привыкла к свободным сапожкам. У меня есть вот там бордовые ботфорды. Ну, мне кажется, можно одеть новенькие, да, сапожки. Будет даже очень, даже так ничего. Вот такие я колготки надела. Тоже серенького, так, оно тихо, серенького цвета. Вот. Рукавчики мне нравятся, что вот ручку. Даже закрывает. Вот так вот. Вот. И сзади. Представляете, такое... Если бы там на токсин, на токсин оделась. Так. Она, конечно, мне эта штуковина полнит. Вот эта вот штуковина. Она, конечно, меня полнит, если ее... Если ее... А что здесь? Здесь ни кнопок, ничего нет. Нет, не полнит. Будет жарко, сниму, да? Вот так. А ну, девочки. Девочки-модницы. Мне кажется, это оттокенная, да? Оттокенная, здоровенная. Ух, бабера! Ух! Или нет. Или хорошо. Ну, я же не буду в ней постоянно. Я скажу... В этой же лекции скажу, здравствуйте. Вот так вот, с легким движением. И буду ходить вот так вот. Мне кажется, даже очень интеллигентно. Я похожа на врача. На доктора. Доктора вызывали. Доктора вызывали. Вот так вот. Вот так ручку. Доктора вызывали. Секси-шмекси. Секси-шмекси. Так. У меня еще есть ботфорды синего цвета. Если Люда позволяет себе надеть что-нибудь такое мое, почему я не могу позволить? Сапогам уже пять лет. Сейчас я покажу синие ботфорды. Интересно, я влезу в них или не влезу? Сейчас, девочки. Сейчас, мои хорошие. Девочкам объясняю. А, мальчики, любуйтесь. Ой, кстати. Я сейчас буду передавать привет одному мужчине. По-моему, девочки, у него какие-то проблемы. Молодой парень. Короче, он на меня наезжает конкретно. Наверное, он что-то хочет. Видно, не везет женщинами. И он решил поупражняться в словесных упражнениях со мной. Я все равно начала читать. Боже, сколько вы. Кто ж тебя обидел? Кто тебя обидел, дорогой? Что ж ты? Я не понимаю. Тебе нет. Тебе не сюда. Явно не сюда. Ко мне после сорока. После сорока ко мне. Тебе не ко мне. А то прям вообще. Прям видно, горит желанием. Желанием гадости пишет. Пишет, горит желанием. Не по зубам. Не по зубам. Такая красотка, Нателла, тебе не по зубам. Так, ладно, сейчас еще раз фурзики покажу. Вот у нее синие такие. А у меня такие же бордовые. Такие же бордовые. Интересно, я влезу, не влезу. Ножка влезет, не влезет. Прям такие. Да ух ты, ё-моё. Ой, ну что значит, ё-моё. Вау. Девочки, вау. Вау. Не, ну это ж класс. Вот это да. Да? Ну ничего, что будет серое платье. Эти ботфордики. Вау. Сейчас второй. Сейчас подождите. Надену второй. Ой, ой, девочки, я познакомилась с такой женщиной, когда вчера, ей 57 лет. Ой, я стала таких женщин встречать. Девочки, она когда мне сказала, что ей 57 лет, я чуть, я чуть, я вам говорю, я чуть не врезалась. Это, а потом я остановилась, она мне начала показывать фотографии, скажите мне, с курорта, где она там по заграницам. Она работает доктором частной клиники, может себе позволить. Так, сейчас расскажу. Ну как? Ну? В этих лучше, правда? Всё, идём в этих. Боже, какой же у меня ещё есть этот, скажите. Такой же у меня, что ж, такой лапсердак на себя надеть такой. Ну что, пиджак сюда никуда не подойдёт никакой. У меня, конечно, тела куча. Но тела куча, уже не угодиться никуда. Ладно, короче, надену тогда вот белый. Ой, как хорошо. О, вот, 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 вот по мне вот такое. Серые, конечно, красиво. Так, носочки убрать. Серые, конечно, красиво. Ну, как вы думаете, я смогу покорить сердце мужчины? Сердце мужчины. Боже, ты, мужчина, не знаешь, что я блохер, понимаете? О! А что, смотрите, как раз всё хорошо, да? Немножко видно, нет, вот так. Немножко видно коленка. Так, чуть-чуть, так, чуть-чуть. Захотела, приподняла. Захотела, вот так встала. Захотела, вот так вот встала. А я вас не знаю. Да? Да? Ну как? Ну как, что у нас в зеркало. Так, косметики минимум, посмотрите. У меня чуть-чуть пудры. Немножечко под платье, вот эти серые, ну, помада какая-то. Но телефон как-то не передаёт. Она такая розовенькая, перламутровая. Ой, вы знаете, я себе нравлюсь. Серёжки, правда, не надеть. Да, Степа, я тебе тоже нравлюсь, да? Не надевала я серёжки. Пока не знаю, какие, не хочу, не хочу. Тут мне кажется цепочка и всё. Сейчас колечко золотое ещё одену маленькое, чтобы быть поскромнее. Чтоб никого не убить на повал. Так, сейчас камеру переверну. А, да, ещё ж хотела. По поводу сапожек. Как вам нравятся? Серенькие или вот эти вот синие? Офигенные, да? Класс. Супер. Просто супер. Боже мой, я наделась. Ай, вернее, оделась. Я так давно уже не одевалась. Джинсы, джинсы, куртка, джинсы. Я сегодня шубку постирала. И беленькую, и чёрненькую шубку постирала. И борщик сварила. И спагетти с мидиями сделала. Не снимала было некогда. Потому что я сейчас... Я сегодня буду послажирать. Сегодня я не буду за рулём. Вообще классно, если я смогу позволить какого-нибудь слабенького напиточка выпить. Ну, потому что завтра же на раму. Так, сейчас. Так, теперь на меня посмотрите. Вот так вот, как я вам. Без тоналки. Люда мне купила тоналку. Я вам как-то хвасталась, говорила. Мама тебе купила тоналку. Ой, где она? И вот где она? Вот так она мне покупает, понимаете? Покупает и забирает себе. Вот. Я себе такие карандаши купила. Она тоже, блин, забрала у меня. Короче, каким-то огрызком нарисовалась. Ну, ладно. Всё лучшее детям. Просто, знаете, иногда хочется иметь своё. Чтоб ты взял, накрасился. Они потом хорошие. Ой, Господи. Взял, накрасился. Знаешь, что на твоё? Что у тебя в косметичке лежит. Короче, девочки, хочу так рассказать про эту женщину. Это просто... Посмотрите, я, да, это мой пассажир, но это же без имён, без фамилий, что потом там некоторые не начали меня обсирать, что я там обсуждаю пассажиров. Просто, девочки, интересно, как послушать. Значит, ей 57 лет. Вот такое вот каре. Вот так вот у неё. Вот так каре. Густая шевелюра как-то так. Боб выстрижен вот здесь. Здесь вот так вот, вот так вот. Фигурка, животик. Ну, я фотография, она просто мне показана на телефоне. Плоский-плоский. Вот эти вот кубики. В спортзал ходят. Вот эти вот кубики такие. Хочу. Хочу такие кубики. Ну, а чё? Ну, а мне только будет 52. А ей уже 57. В белом купальнике, в розовом купальнике. И купальники, девочки, мини, мини вообще. Там поворозочки. Фигурка пилась. Попа подтянута. А потом она была в таком купальнике. Знаете, ну, она ж худенькая. Купальник. Ритузы до пупа. Большой лифт на 5 размеров больше. Ну, красиво смотрится. Она не любитель таких вот сильно закрытых купальников. Мне надо, чтобы было тело видно. Ну, красиво. В общем, боже мой, девочки. Как же ж мне такие женщины мотивируют. Ну, мотивируют. Понимаете? Может, и среди вас же такие есть. Ну, я-то вас, красавицы мои, не вижу. Видите, боже, ты 22 еще, господи. Когда... Мистер Мускул никак не куплю. Надо Мистер Мускул купить. А ладно, когда ёлку буду выбрасывать. Ладно, хочу рассказать. Мы сегодня познакомились. Она мне говорит, ты что думаешь? Я такой была всю жизнь. Говорит, я тоже была вот такая. Ходила. Говорит, работа, работа. Это у меня и сейчас работа. Потом был я, короче, пинок под зад. Когда ей исполнилось 44 года, а мужу было 40 лет. Муж, я так понимаю, был при деньгах. Значит, он пришел, объявил ей, что... Была, говорит, полненькая. Ну, за собой не следила за собой. В том плане, что в спортзал не ходила. Но она красивая, она красивая. Просто говорит, могла себе позволить расслабиться. Ну, за таким хорошим мужем. В общем, он ей объявил, ей 44, ему 40. У них дочка как раз только поступает в университет, тоже в мед, первый курс. Что он ее разлюбил, и он женится там на одной медсестре. Объявил он ей это. Значит, и что он, короче, купил квартиру, новострой, под ремонт, однокомнатную. Знаете, еще бетонные стены, бетонные, бетонные. Вот, перевез вещи. Они пошли с дочкой купили. Без, короче, все. Вот отдал голые стены, ну, купил квартиру. Однокомнатную, новостройки, купил квартиру. Она ушла без мебели, без машины, вообще без ничего. На счет он положил тогда. Это сколько было лет назад? Это 15, наверное, да? 15, 20 назад, не 15. Ей было 57, ей было 44. Да, 15 лет назад. Грубо говоря, 13 лет назад, да? Вот, 10 тысяч гривен на счет положил. Но тогда это еще были более-менее, девочки, деньги. Ну, более-менее. Это сейчас они на месяц не хватает. Вот, 10 тысяч гривен, не долларов. Вот, и, короче, и начали. Я впала в такую депрессию. Я говорю, ну, все, жизнь закончилась. Все, девочки, и он исчез в никуда. Вот, уже дочка закончила университет. Дочка работает стоматологом. У нее открыла свою клинику. Короче, они поднялись, поднялись, поднялись. Молодцы. Вот, трудности так их заставили. Дочка училась, училась. И он о себе не дает, короче, вообще знака. Где он и что. Он вроде как уехал в Россию. Родил четверо детей. Но это они... Она слышала от свекрови. Свекровь как-то есть. То ли звонила внучке своей, то ли как. Дочка спрашивала. Дочке не помогал вообще ничем. Даже не спрашивает, как она сейчас. И что она замужем, не замужем. А вдруг у него уже внуки есть. В общем, ничего он не знает. Пропал. И такая женщина. Я говорю, мне, конечно, извините. Говорю, ну, у вас сейчас есть друг по жизни? Она говорит, и не было. Я говорю, что такая любовь? Она говорит, нет. Нет. Я, говорит, любила его очень сильно. Говорит, я забыла. Говорю, ну, а почему же, почему друга нет? Говорит, всех тех, все мужчины, с которыми могла я быть. Говорит, я никогда не беру чужое. О! Никогда. И беру чужое. Ключевые слова. И женщина вынуждена быть одна. Развивать семью нет. Видно, знаете, такой удар она перенесла. Такое она перенесла, видна. Стресс. Что теперь никогда не возьмёт чужое. Я говорю, а до этого брали? Она говорит, нет. Ой, Боже мой, сколько красивых женщин. Сколько умниц, красавиц и невостребованных. А тут чуть-чуть, чуть-чуть маломальски на мужчину похож. Муж, мужчина, не в вашу сторону. Всё, уже королями. Вот мне пишет. Я успела заблокировать, девочки. Я не хочу этого. Я такая гадость. Я не могу понять, что просто с парнем происходит. И видно по лексике, что молодой, малолетка. Я понимаю, но какие же раненые есть люди. Боже, какие же раненые есть люди. На всю их, блядь, больную голову. Господи, Боже мой. Я хотела сказать, хотела написать. Пойди, послуй свою обними, мать. И скажи добрые слова своей бабушке. Я думаю, нет, не стоит. Это люди больные. Это плоды Майдана. Майдануты я называю их. Понимаете? Плоды Майдана. Да. Немножко уставшая. Ну что, нету, 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 нету тонака. Всё у меня наверху, синячки. Ну что я могу сделать? Нет. Закат только немножко красный. Я покушала хорошо. Ладно, мои любые друзья. Ну как вам, да? Ничего, напишите своё мнение. Сейчас ещё щёчки подотру. Мне кажется, они слишком розоватые. Но если так, то ничего. Платьечко, как вам, напишите. И какие лучше сапожки. Всё, у меня время. Я погнала. Лишнего рассказывать не буду. Чего языком проветривать, если пока ничего рассказывать? Правильно? Надо ещё позвонить Людочке и спросить у неё разрешение. Потому что, знаете как? Мне нравится. Мне нравится всё. Я сколько, насколько? Где-то килограмма 3-4 я скинула. Я думаю, к весне ещё будет больше. Только что я ещё поела борща так хорошо. Мне так гарно, так файно. Ладно. Всем мира, всем добра. А, кстати, ещё хотела сказать. Не, наверное, не буду. Я расскажу в следующем видео. Не, не буду. Пускай у меня будет хорошая эмоция. Всё, пока. Хотела сказать, что там у нас в стране, но не буду. Не буду. Все и так всё знают. Не хочу даже эту тему поднимать. Просто я потом расскажу, что буду делать я. А я уже знаю, что я буду делать. Пока.